Русские новости У людей резко возрастет и мы ожидаем более серьезной помощи от наших зрителей и призываем их к тому, чтобы они распространяли ссылки на русские новости по сети, посылали их своим друзьям, расставляли в свои группы в социальных сетях, ну и по возможности оказывали финансовую поддержку, перечисляя посильные средства на те счета, которые мы публикуем. Русские новости 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 деньги за то, что их собственность за рубежом будет арестована, и за ту собственность, которую они награбили у народа, у нас, мы же будем платить свои же деньги. Мы сегодня видим количество мигрантов, которые миллионами прививают в нашу страну, они расселяются, они вносят свою культуру, и в конечном итоге мы сталкиваемся с ними ежедневно, и видим, что эти люди, которые приезжают сюда, к нам, потихонечку вытесняют русское население, и видим, что они у нас начинают уже распоряжаться. Мы на своей земле уже чувствуем себя не хозяевами, мы чувствуем себя рабами. Поэтому вопрос миграции, миграционной политики, это вопрос, будет выживать страна или не будет, и вся эта политика идет от нашей власти. Все это показывает только одно, что власть сегодня работает не в интересах народа, не для народа, и не за народ стоит. Поэтому первый основной вопрос, это отправить правительство либерала в отставку. Водворение страны мигрантов из Средней Азии, это один из самых основных вопросов, потому что мы сегодня должны себя почувствовать хозяинами на нашей земле. Ликвидация за должности граждан России перед банками, чтобы сегодня люди не были в ковале. Вы видите, что нынешний режим приближает вовсе не светлое чубайсовское будущее, вовсе не воучеризацию, принесшую вам дивиденды и прибыли. Она приближает горячую фазу войны, которая придет в любой момент в ваши дома. Война возьмет ваших детей. Война разрушит ваше, вами построенное. Кризис уравняет с нулем ваши сбережения. Так чего вы ждете сегодня? Так вот, сегодня единственная задача. Приготовьте себя, приготовьте свое окружение, приготовьте свою семью и еще приготовьте организацию к таким событиям, которые не смогут остановить никакие их нападки, никакие их преследования. Завтра это будет важнее, чем те бесполезные песенки или чем то бесполезное виртуальное варево, которое вы слушаете сегодня. Вы знаете, что продолжаются преследования и лично Владимира Васильевича Квачкова, и нас, нашу организацию без терроризма пытаются объявить террористической. Так же, как преследовали за вооруженный мятеж без оружия. То есть, по сути, вы понимаете, что любой уголовный процесс может начаться против каждого из вас. Владимир Владимирович Путин объявил вам, что у нас нет политзаключенных. Он соврал вам, потому что об одном из них я свидетельствую здесь. Владимир Васильевич Квачков. Он политзаключенный. В четвертый год он сидит по обвинению в мятеже по 279 статье. Он обвинен за то, что сражался за вас, товарищи, которые проходят мимо. Он сейчас обвиняется еще и в создании террористической организации. Народное ополчение имени Минина и Пожарского. Минина с Пожарским в террористы запишут. Слышите, люди? Наш народ, прежде всего, русское большинство и другие коренные народы предназначены для того, чтобы их уничтожить. Трудно себе представить, что за сумасшедшие сидят в этих кремлевских кабинетах, в администрации президента, в правительстве. Они что, в самом деле хотят уничтожить народ, от которого кормятся. В это трудно поверить, но это именно так. Именно так. И единственное, что научились делать эти люди за последние 20 лет, это врать так, что никакой детектор лжи их просто не зафиксирует. Чем больше негодяй, тем более вероятно его принятие на службу. Это ужасно, но это так. Мы позволили все это им сделать. Почему? Потому что мы проходим мимо. Им же все мало. Им мало постоянно. Понимаете, это у нас кризис. А они компенсируют себе все затраты, которые у них появляются в результате кризиса. Ну доходы падают у Роснефти. Роснефт говорит, дайте мне из бюджета парочку триллионов рублей. Парочку триллионов рублей. Можете себе представить? Нам будут рассказывать, что мы, оказывается, в среднем по 71 году живем. Вы слышали это? Вы это слышали? Да медики знают, что мужчины едва доживают до пенсионного возраста. 60 лет. Едва-едва. А нам рассказывают на всю страну, президент, что мы живем в среднем по 71 году. Все, что вы делаете, господа из правительства, все это нам враждебно. В каждом элементе, в каждом своем вздохе вы против своего народа. И вы лжете беспрерывно. Так что, друзья, давайте накануне Нового года проветрим свои мозги. И скажем себе, что мы не хотим жить в стране, где вот эти сказочники, воры и изменники заправляют ситуации. Мы должны жить в русской стране. Изменников на Колыму. Люди, вы должны быть вместе с русским движением, а не ходить вот там, за барьером, понимаете? Не с работы на работу, потому что в конце вашего маршрута ваша смерть вас поджидает. И вы думаете, что она наступит в 71 год, как вам говорят? Она наступит гораздо раньше. И может быть, не по тем причинам, которые вы рассчитываете. Мы стояли за свою страну, мы стояли за своих детей. Или вы прогибали спину перед вот этой вот шушерой, которая залезла в Кремль обманным путем, которая нам сказала, что Конституцию они приняли в 93-м году. В то время, как проголосала тогда всего треть, не больше, треть имеющих право голоса. А по закону только 50% давало возможность принять эту Конституцию. Они сказали, Конституция принята, нам наплевать на то, что там нарушен закон. Так они и живут. Закон они пишут для нас. И нас заставляют их соблюдать. А для себя они никаких законов не знают, ни божеских, ни человеческих. Поэтому люди, у которых есть совесть, должны объединяться в организации, должны поддерживать русское движение. И никакое другое. Не либералов, всю эту болотную сволочь. Ни коммунистов, которые продали давно уже все на свете. Только русское национальное движение. И только оно освободит страну. Но для этого нам надо быть вместе. Быть вместе. Нас должно быть много. Некоторые аналитики говорят, что действительно народу нужно попробовать, что такое тотальная беда в каждом доме для того, чтобы объединиться. Но неужели нам действительно нужно дотянуть до этой ситуации? Ну это же ясно, как день. Мы же объединяемся не для того, чтобы что-то срочно побежать там разваливать. Мы объединяемся, чтобы созидать. Чтобы поддерживать друг друга, как поддерживают другие нации друг друга. Что касается политзаключенных. Вот человеку политзаключенные. Крайлин Виктор Сергеевич. Это заслуженный изобретатель России. Почему он в тюрьме? Почему те, которые перекачивают триллионы за границу, они в Кривле, в прекрасных условиях. А этот человек в тюрьме. Потому что он имел смелость говорить правду. Как долго мы будем терпеть это положение? Неужели мы дотерпим до такой ситуации, когда действительно у нас начнется война, нас начнут здесь всех стравливать ради того, чтобы укрыть сворованные деньги? В Одессе жил один старик, с Иона его было имя. Так вот, его спрашивали, когда начнется третья мировая война. И как она начнется? Нападет ли Америка? Он говорит, нет, не нападет. Нападет ли там Европа? Он говорит, нет, не нападет. Он сказал так, что начнется с небольшого маленького государства, в котором начнется гражданская война. Сначала небольшая локальная война, которая перерастет потом в большую мировую войну. И сказал он так, что это начнется через год после моей смерти. Умер он в декабре 2012 года. Ну и мы все знаем, что через год начались события в Киеве, которые переросли в настоящую гражданскую войну, которая сейчас происходит. А готова ли Россия к этой войне? Сразу хочется задать вопрос. Нет, не готова. Когда внутри у нас сидят враги, предатели, которые в государственных органах раздаются такие голоса по отношению к Новороссии, что это гнайник на теле Украины. Что опять начинается разговор о федерализации Украины, о едином пространстве Украины. Разговор о федерализации это предательство всех этих людей, кто там положил душу свою за нас с вами. Я всех призываю быть к этому готовым. Быть готовым к тому, чтобы отставить свои интересы, защищать свою родину, своих близких и будущее наших потомков. Спаси Господи всех. Русские мужчины, где ваша гордость? Где ваше достоинство? Посмотрите вокруг. Запомните, Бог вас накажет за вашу трусость и равнодушие. Москву вы отдали, отдали богатство. Так кто вы, в конце концов, русские нет? До каких же пор вы будете так идти, как стадо баранов? За равнодушие ваше к нашим усилиям спасти Отечество. За наше равнодушие кузникам, которые томятся за вас, за ваше счастье, за наше Отечество. Вы будете наказаны позорной гибелью. Вот сейчас много прибежало к нам хохлов, дезертиров. Они кричат. Мы, мы пострадали. Нас Киев бомбит. За что? Как за что? За то, что все вы были равнодушны. За то, что у кого были грибны и работа. Вам было плевать на все, что творится в Киеве. А теперь хлебайте. А вы примкнете к нам, когда мы победим. Вы сразу прибежите. Дайте нам то и то. И мы вам, конечно, дадим. Равнодушных накажет Бог. Наш фронт будет защищать даже и вас, равнодушных. Потому что, возможно, ваши дети станут героями. Слава героям русской борьбы. Далой олигархию. Недавно было еще выступление президента, который сказал следующее. Что чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, как экономической, так и политической, тем выше потенциал России. Твачков уже активно участвует в политическом потенциале. Дальше. Президент упомянул о том, что международная независимость и самостоятельность России зиждется в том числе на свободе для русских людей. Свободе искания правды. Что бывает с теми, кто ищет правду? А к ним сразу находят нужный ключик. Либо экстремист, либо террорист. На первый, второй рассчитайся. Уже несколько лет отбывает совершенно несправедливое заключение. Михаил Кривачев. Многие помнят, наверное, историю со взрывом чеченского поезда под Москвой, в который никто не пострадал, кроме двух мышей, прибегавших мимо. Ни один чеченец не пострадал. Им только выплатили компенсацию. Неизвестно за что. Так вот. Михаил Кривачев и Владимир Влазов, коллеги и присяжных, были признаны невиновными. Что сделал суд? А суд распустил коллегию. И прокурор с теми же самыми основаниями перед новой коллегией, не предъявив ни одного нового факта, охарактеризовал людей преступниками. И коллегия признала сроки 18 и 19 лет. Вот для того, чтобы прекратить подобную практику, для того, чтобы русские люди на своей русской земле все-таки могли жить так, как они сами считают нужным и правильным, создан русский национальный фронт. С точки зрения политологии, народ и нация отличаются друг от друга. Нация это народ, способный выдвигать свою лучшую часть, свою элиту, свою аресту по-гречески. И как же тогда в одном народе может быть множество наций? Сначала уничтожали проявление и духовной русскости, и как этнически русских, делая из нас советских. Недаром Ленин писал о том, что насилием и страхом мы будем создавать совершенно новую общность, советский народ. И этот советский народ уже готов был прописать Брежнев в паспортах национальность советский, если бы не случилось перекройки. И после этого они придумали нам новое название Россияния. Но что это? Не продолжение ли той самой советской химеры, в которой мы вынуждены выживать, но не жить? Поэтому мы должны четко понимать, что нужно восстанавливать национальную историю, историческую память русского народа и русской нации. Порочная сама система, дарующая власть врагам российского народа нынче под маской благостных программ. К богатствам матери России они пристали упырем. Им дела нету до державы, забота только о своем. Как золотом набить карманы, как землю продавать и нефть, как яхты, брюлики и тачки, дворцы, госдолжности иметь. Они сидят в Российской Думе. Законов тянут хоровод. И если бы могли, продали б уже на органы народ. Не могу я, друзья, отмолчаться. Не дает успокоиться мне. Русофобия и злая зараза процветает на русской земле. Трудовые мигранты ордою наводнили у нас города. Население России родное, оттесняя от рынка труда. Водкой, пивом и куревом травят. Убивая народ изнутри, русофобы, тире, толерасты, нашей русской системы враги. И будем, друзья, поститься и молиться за то, чтобы Господь дал силы русскому народу прозреть, поумнеть и идти правым путем. В первую очередь, что можно сделать, это до конца года, пока немножко времени осталось, отказаться от универсальной электронной карты, пойти наперекор тем руководителям учебных заведений, медицинских, которые сейчас требуют от детей в обязательном порядке завести в СНИЛСы этот учет в пенсионной системе. Кроме того, обеспечить собственную безопасность, обеспечить безопасность своих домов, как вооруженную безопасность, так и продуктовую. Законодательство, слава Богу, позволяет приобретать, регистрировать на себя оружие. Надо быть готовым к тому, что нам придется рано или поздно защищать не только свои квартиры, не только свои дома, но и свои города. Видно то, что государство занимается только самосохранением, только спасением себя, своих высоких должностных лиц, своих счетов за границей, а спасение простого народа оставляется на откуп самому народу. Поэтому самое главное это организация между собой. Пройдитесь по тем домам, где вы живете, по тем районам, если вы в частном доме, где-то, может быть, в каком-то товариществе, может быть, в дачном кооперативе проживаете. Узнайте, кому из ваших соседей можно доверять, у кого есть большой автомобиль, если понадобится что-то отвезти, у кого есть колодец, у кого есть действительно умение защищать себя с оружием в руках, у кого есть элементарный генератор просто. Когда, как говорится, начнется, в первую очередь будет вырублена связь, будет вырублено любимое телевидение, пропадет интернет, поэтому обязательно на населенный пункт небольшой или на дом крупный должна быть радиостанция хорошая, чтобы можно было связываться между собой. И вот такие простые элементарные вопросы уже достаточно давно решают небольшие организации и готовы поделиться своим опытом. Поэтому просто проявите чуть-чуть инициативы, залезьте в интернет, найдите сайты либо народного ополчения именина Пожарского, либо, может быть, Великой России партии, может быть, инициативной группы проведения референдума за ответственную власть. Не буду перечитать всех, кто сегодня выступал перед вами. Есть русская коалиция действий, есть постоянно действующее совещание национал-патриотических сил России. Любые представители этих организаций готовы с вами поделиться своими наработками. Не ждите сразу четкого ответа на все ваши вопросы, но сообща на эти вопросы ответы будет найти легче. И самое главное, кто бы не представлялся вам как какой-то лидер, как какой-то может быть гуру, который готов вас спасти от всего, спросите, а готов ли он сам отвечать перед вами за то, что он предлагает. Пока мы эти вопросы не научимся задавать, пока мы не закрепим законодательно механизм прямой и неотвратимой ответственности органов власти перед народом, государство как система будет работать на себя, а не на народ. Вот это мы хотим прекратить, мы хотим, чтобы народ вернул себе право хозяина. Отмечаю годовщину выступления русской молодежи на Манежской площади в центре Москвы 11 декабря 2010 года годовщины фальсификации итогов референдума о принятии Ельцинской Конституции 12 декабря 1993 года мы заявляем, российская власть продолжает следовать политике ельцинизма. Ни изменений ни своей природы, ни состава она остается нелегитимной, образованной в рамках порядков установленных государственными преступниками и действует исключительно в интересах олигархии и коррумпированной бюрократии враждебной русскому большинству и всем коренным народам России. Миграционные политики заплатившие в 1993 году власть группировка продолжают придерживаться принципа завещения коренных народов России хуличными инокультурными народами готовыми к рабскому существованию без социальных систем и политического права. этническому бандитизму по-прежнему не оказывается противодействия, поскольку через систему коррупции многие чиновники включены в преступную деятельность и опираются на этнические кланы. Руководство МВД и других силовых правоохранительных ведомств предпочитают готовиться к массовому насилию против граждан вместо подавления преступности и уничтожению этнических банк. Политические репрессии стали повседневностью в Российской Федерации. Любые выступления против властей трактуются как экстремизм и даже терроризм. Полиция творит произвол без причины, задерживает политические активисты, прокуратура и следствия фабрикуют фальшивые дела. Суд полностью подчинен мнению начальства и игнорирует нормы закона. О следственных изоляторах и в тюрмах практикуются сантаж, избиение, пытки, различные способы нанесения вреда здоровью политзаключенных. Политическое руководство страны осуществляет предательскую политику в отношении населения Новороссии. Спровоцирован вооруженное сопротивление силам совершивших вооруженный переворот в Киеве оно не поддерживает граждан достаточно военной и гуманитарной помощью. Напротив, режим Киева поддержан многомиллиардными кредитами, а российские добровольцы, воюющие в Новороссии, не имеют никакого правового статуса. В сложившейся ситуации мы заявляем о недоверии руководству Российской Федерации всем ветвям власти, которые оказались бесплодными побегами иссушившими ствол российской государственности и заявляем о необходимости восстановления русской традиции, государственного управления и незамедлительного уничтожения режима олигархии. Для этого необходима масштабная русификация страны и национализации собственности и власти. Собственности власти олигархии. Среди трагических русских новостей конечно у нас лидирует война в Новороссии, которая не прекратилась, несмотря на объявленное перемирие, все равно обстрелы продолжаются, их интенсивность несколько снизилась, но и взаимные обстрелы, и их боестолкновения происходят. И наблюдатели говорят о том, что концентрация войск не уменьшается, наоборот увеличивается, новая военная техника подтягивается к зоне разделения двух сторон. А тем временем с российской стороны на Украину поступает уголь. 50 тысяч тонн российского угля, которые были заблокированы на некоторое время на границе Российской Федерации, поступили на теплоэлектростанции Украины. И это означает, что кому война, кому мать родна. Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с президентом Франции, причем встреча была довольно странная. Из Кремля Владимир Владимирович решил проехаться в аэропорт, где мистер Оланд был проездом, и там состоялись некие переговоры, результатом которых стало объявление о признании Российской Федерации территориальной целостности Украины. Видимо, это означает окончательно сдачу Новороссии, рано или поздно это произойдет, но затем последует Крым. Вот какое мычание президента мы услышали. Собственно, говорить ему было не о чем, и самая содержательная часть его выступления перед журналистами была вот такой. Как Вы оцениваете ситуацию на Украине нынешнюю? Ну, все-таки надеюсь, что и, разумеется, и Россия, и Франция, все другие и, конечно, поскольку иначе, как известно, Вы знаете, Россия территориальную целостность Украины поддерживает. На мой взгляд, и я думаю, во всяком случае, ожидаю, что это и может произойти или произойдет в самое ближайшее время. В России потихоньку восстанавливается историческая память, на это вынуждены идти российские власти, потому что им неоткуда черпать символы государственного величия. Поэтому Владимир Путин в своем послании цитирует Ивана Ильина. Поэтому недавно был установлен памятник Александру Первому в Александровском саду рядом с Кремлем этот сквер был разбит именно по решению императора Александра Первого, победителя Наполеона. Это, конечно, великая государственная личность, и то, что памятник появился, это надо всячески приветствовать, но красные ленточки перерезают таких памятников люди совершенно недостойные, которые будут известны в истории, наверное, только как самые бездарные, самые отвратительные, самые подлые личности, которые, конечно, в сравнении с Александром Первым абсолютное ничтожество. Кроме того, напротив генерального штаба в Москве открылся восстановленный памятник генералу Михаилу Скобелеву. Тоже славная личность. Памятник в Москве существовал с 1912 года и располагался на месте нынешнего памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади. Но простоял памятник только до 1918 года и площадь называлась до тех пор Скобелевская. Потом большевики памятник снесли, площадь стала Советская. С тех пор, как советская власть была уничтожена, площадь называется Тверская и стоит там Юрий Долгорукий. Ну вот Скобелеву теперь оказалось место только около генерального штаба. Но, видимо, нет в Москве достойных мест. Должны стоять обязательно на видных, на самых видных площадях Маркс, Энгельс, Ленин. Какое они отношение имеют в Москве? Ленин никогда не правил государством российским, потому что очень быстро умер, а правил только большевистским правительством, которое развязало гражданскую войну. А Маркс, Энгельс, вообще ненавидели Россию, ненавидели русский народ. Что они делают на центральных площадях нашей столицы непонятно. Вот там должны стоять памятники нашим государям, великим государственным деятелям, полководцам. К сожалению, пока до этого еще далеко, но удовлетворимся хотя бы тем, что есть памятник Скобелеву, есть памятник Александру Первому, Александру Второму. Надеемся, что скоро появятся памятники и другим государям. Павлу Первому, Николаю Второму, Александру Третьему, Николаю Первому. Это все тоже великие, величайшие государственные деятели русской истории. Их память надо чтить и уважать. Их памятники должны существовать, конечно, не только в столицах России. Российская власть, к сожалению, действует иначе. Память о прошлом хранится крайне небрежно, если хранится вообще. Ну вот, в исторической части Волгды губернатор решил построить 75-метровую гостиницу высотой с колокольню Софийского собора, что означает просто разрушение всего исторического ландшафта, который существует в Волгде, в прекрасном русском провинциальном городе. Деревянную застройку уже почти всю снесли, осталось зачистить образы, силуэт города. И Россия превращается просто в захолустье, которое местами копирует Европу, местами копирует Азию, но нигде нет ничего русского. Вот примерно так действуют губернаторы, которые на должности естественно появляются по воле Владимира Путина. Наверное, в его мозгах что-то от исторической России еще есть, но поскольку назначает он тех, кто хуже его, по крайней мере хуже его представляет, что такое история России, они, конечно, громят историческую среду, как им только захочется. Если эта 75-метровая гостиница будет построена, можно будет сказать, что с Вологдой как русским городом покончено. Наверное, к этому и стремится действующая власть. Будем надеяться, что в следующем году с этой властью будет покончено и, по крайней мере, к власти придут люди более внимательные к русскому историческому наследию. Пока в экономике продолжается разруха, Российская Федерация делает щедрые подарки, очередной щедрый подарок Узбекистану. Будет списано, как объявлено на недавней встрече в Ташкенте между президентами России и Узбекистана около 95% задолженностей и проценты. Об этом объявил министр финансов. Он сказал, начнем с чистого листа. Ну, это же так удобно начать с чистого листа отношения с государством, которое выделилось, отделилось, вот как Новороссия, например, отделяется от Украины. И почему бы не сказать, давайте начнем с чистого листа, простим друг другу все на свете. Ну, там идет война, а вот здесь, несмотря на то, что Узбекистан отделился от целостного государства, все прощается с чистого листа. Общий долг с учетом процентов составляет 890 миллионов долларов, ни много, ни мало. Ну, так, почти миллиард, просто. Подарок этнократии Узбекистана от кого? Ну, от олигархии кремлевской, конечно, не от русского правительства. Всего с 2000 года, то есть со времени, когда Владимир Путин пришел к власти, Россия простила, точнее он, Владимир Путин, простил странным-должникам примерно 140 миллиардов долларов. За последние несколько лет 30 миллиардов долларов прощено Кубе, 12 миллиардов Ираку, 10 миллиардов КНДР, 10 миллиардов Вьетнаму, 11 миллиардов Монголии, 700 миллионов долларов Лаосу, 11 миллиардов Афганистану, 10 миллиардов Сирии, 4,5 миллиарда Ливии, 4 миллиарда Эфиопии, 4,7 миллиарда Алжиру, 600 миллионов Киргизии, 860 миллиардов Узбекистану. Ну и Украине еще простили примерно 80 миллиардов долларов через занижение цен на энергоносители, на углеводороды. Вот так щедро расплачивается кремлевская олигархия со своими подельниками, которые правят в других государствах, выделившихся из России или старшие должниками еще Советского Союза. Ну и через средства массовой информации нам в этой ситуации навевают ощущение счастья. На фоне девальвации рубля и общего кризиса в российской экономике в ЦИОМ Центр изучения общественного мнения представил результаты нового опроса, согласно которому 76% россиян ощущают себя счастливыми. Индекс счастья незначительно снизился за прошедшее время. В марте текущего года после присоединения Крыма к России он составлял 64 пункта, а теперь 59. Мы не знаем как исчисляется этот индекс, но главное что в ЦИОМ говорит на ощущение счастья нынешний кризис не влияет собственно никак. Почему это происходит? Потому что радость участники опроса испытывают общение в семье с родными и друзьями. То есть о государстве, о будущем своих детей никто практически не думает. Все пребывают в состоянии счастья. Но это же надо же 76% чувствовать себя счастливыми. Если посмотреть на окружающий мир, то особых счастливых ощущений как-то не просматривается. Люди ходят угрюмые, но почему-то государственная структура, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения проведя опрос полагает, что три четверти граждан России испытывают ощущение счастья и пребывают в крайне благостном состоянии духа. Правительству Российской Федерации предложили провести эксперимент по привлечению бизнеса к управлению социальными объектами, в частности больницами и детсадами. Если речь идет о передаче медучреждений бизнесменам долгосрочную аренду в числе условий будет оказание услуг в системе обязательного медицинского страхования. Это любопытно, на самом деле уже этот эксперимент давным-давно идет. Например, многие функции, которые раньше исполняли в сфере предоставления жилищных услуг, государственные органы давно передали частным предпринимателям. Если вы заказываете какие-то справки, то все на коммерческой основе, государство полностью устраняется от управленческой деятельности. Государственный аппарат распухает, он распух значительно больше, чем был даже в советский период, когда вся собственность была государственной, когда полностью управление государством осуществлялось государственными органами, а не частными какими-то компаниями, когда нефть добывали только государственные компании, когда вся мелкая розница в торговле была полностью государственной. Теперь государственный аппарат в разы больше в разы больше от управленческой деятельности он отказывается вот теперь в очередной раз предполагается что будет передача функций управления частным компаниям ну аппарат от этого ведь не уменьшится уменьшится расходы государства просто на социальные нужды а расходы граждан возрастут потому что но не будет же бизнес работать в ущерб себе конечно он будет брать деньги с граждан ну представьте себе частные больницы детсады и другие социальные объекты ну тогда что же получается у нас все обязательства государства полностью отброшены скорее всего так именно к этому готовится кремлевской олигархи но мы должны готовиться к тому что олигархия должна быть ликвидирована те кто принимает подобные решения привлечены к уголовной ответственности за измену родине прежде всего ну а социальные системы восстановлены нам надо восстанавливать жизнь граждан для того чтобы страна существовала в дальнейшем их воспроизводились новые и новые поколения еще одно направление грабежа это платные автодороги тоже такое нововведение вот сейчас правительство россии утвердило семь платных участков автодороги м4 дон от москвы через воронеж ростов дон краснодар до новороссийска теперь в дополнение к уже захваченным участкам трассу перегородят турникетами и будут вытряхивать деньги из проезжающих на участках с 20 по 117 километр московской области с 1119 по 1095 километр в краснодарском крае на участке 414 464 километра в липецкой области и вот и так далее будут потрошить еще и в воронежской области трижды установленные турникеты помимо этого на автомобильной дороге москва-санкт-петербург тоже отгородят турникетами еще один участок с 258 по 303 4 километр в тверской области все это говорит о том что вот этому варью которая присутствует во власти не хватает они хотят пополнять свои кошельки связи с тем что кризис приводит к похуданию этих кошельков о том что происходит с кошельками граждан россии конечно эти люди не думают наоборот они скорее думают о том как бы из этих кошельков вычерпать еще побольше вот поэтому такие инициативы происходят с избавлением от социальных гарантий от обязательств которые правительство имеет перед гражданами согласно конституции согласно закону вот эти платные автодороги тоже туда же из того же разряда федеральная пассажирская компания являющаяся дочерным предприятием ржд отменилась 14 декабря 14 года поезда на украину а также в азербайджан казахстан и таджикистан из-за их невысокой рентабельности но по всей видимости под пассажирское снабжение по россии настолько нерентабельно что можно в побыстрее его сворачивать и уже больше не думать о том что людям надо куда-то ездить к родственникам за покупками на экскурсии мало ли какие есть причины для того чтобы перемещаться по стране нет сторона распадается на отдельные фрагменты поскольку больше люди не будут ездить друг другу и да и те кто собирается по бизнесу использовать железную дорогу теперь тоже будет лишен этой возможности потому что не нужен не нужен не нужно свободное предпринимательство для олигархической группировки сидящей кремле еще один факт наступление на права граждан на их материальное благосостояние со стороны властей московские чиновники пересчитали кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в городе их она выросла в среднем в два раза при этом рыночная стоимость коммерческой недвижимости связи с кризисом охватившим российскую экономику снизилась за текущий год на 10-15 процентов зачем сделан такой жульнический пересчет кадастровой стоимости да по тем же самым причинам надо залезть в карман гражданам с нового года граждане будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости поэтому открывайте свой карман шире туда залезет добродушная рука вашего правительства тех за кого вы якобы голосовали якобы вы голосовали за эту кремлевскую олигархию за московских жуликов во главе собянином и вот эти люди исполняем свои предвыборные обещания залезут к вам в карман радуйтесь будьте счастливы и когда вас будет опрашивается российский центр изучения общественного мнения говорите что вы абсолютно счастливы и к жизни вас нет никаких претензий а следовательно вы довольны и своим правительством который вот так грабит вас вы только от этого крепчаете нынешнее правительство российской федерации устроил дело так что вокруг россии сплошные враги практически не осталось никаких союзников никаких друзей и даже ближайшую к нам белоруссию который выполняет ключевую стратегическую функцию обороны нашей стороны от возможного нападения и ту унижают постоянно до такой степени чтобы превратить во врага очень почему-то хочется чтобы белоруссия была таким же врагом видимо также наращивала русофобские настроения как и на украине вот и в ответ на торговую войну белорусская таможня возобновила досмотр грузового транспорта на границе с россией с российской стороны таможенный контроль пока не осуществляется но видимо процесс идет в ту сторону когда белоруссия окончательно закроют границу и о договоре который существует между белоруссией и российской федерации о союзе россия белоруссия в союзном государстве можно будет забыть ну как собственно уже практически забыли сейчас как практически забыли о союзе независимых государств снг потому что никаких функций у этой структуры уже больше нет кроме чисто ритуальных чисто внешних и другие структуры экономического сотрудничества тоже дышит на ладан потому что в ситуации когда государственный правит олигархи какое-либо сотрудничество практически невозможно сотрудничают олигархи а государства делают только вид что дружат на самом деле отношения все более враждебные россия опутана сетью враждебных отношений и они продолжаются то это снова налаживаются то опять ухудшаются и это такая дипломатическая игра чтобы морочить голову гражданам все время выдается какой-то успех опять в очередной раз мы задружили с узбекистаном зачем нам с ним дружить когда вы с ним уже давным-давно враждебны когда русских унижают в узбекистане наверно не меньше чем на украине вот это все остается может быть загадкой такой не очень глубокой пора ее разгадывать пора понять что внешнеполитическая деятельность путинского режима абсолютно провальная ни одного позитивного сдвига за последние 15 лет нет и не предвидится и даже отторжение крыма от украины которые все встретили рукоплесканиями не привело к позитивным изменениям напротив крайне обострила международную ситуацию вокруг российской федерации воссоединение со своей исконной территории обставлено так что она становится причиной гражданской войны прямо посреди россии конечно история с южным потоком отношения с болгарией показывают что дипломатия российской федерации абсолютно провальная премьер болгарии заявил что власти будут настаивать на реализации магистральной артерии южный поток ну как они будут настаивать когда путин уже объявил о том что не будет этого южного потока но турция как стратегический противник россии в течение веков оказывается теперь ближним другом но эта дружба конечно чисто имитационная она выгодна турции но абсолютно невыгодна россии попытка как-то оттянуть турцию от интересов западных государств совершенно бессмысленно потому что турция стремится европейский союз турции является членом нато мы вот этого члена нато не только снабжаем газом но и предоставляем экономические возможности для обогащения как страны транзитной которая будет через свою территорию пропускать вот те газовые потоки которые будут приходить из россии соединенные штаты америки для кремлевской группировки всегда как раз были друзьями дружественными соединенные штаты были потенциальным противником стратегическим противником для государства а для олигархии американская олигархия конечно всегда была ближайшим союзником и теперь вот пресс-секретарь посольства сша в россии уильям стивенс заявил что сша не хотят смены российского правительства не вполне понятно что он имел ввиду может быть сохранение правительства медведева совершенно уже полоумно абсолютно не профессионального и предпринимающего просто преступные действия против российской экономики и против российской социальной системы против граждан повседневно работает правительство которое оплачивается из бюджета против интересов российской федерации и ее граждан и смены такого правительства конечно соединенные штаты не желают может быть единственное чего они желают это заменить путина seminars какого-то Это человек, который будет более лоялен. Кажется, может быть, что Владимир Путин не лоялен к интересам Соединенных Штатов и в целом Запада. Но на самом деле, если полтора десятка лет он жил с этим Западом душа в душу, то сейчас некая размолвка действительно может закончиться сменой одной фигуры на другую. При этом отношения, партнерские отношения олигархий, конечно, никак не изменятся. А вот сам процесс смены будет болезненный не для этой олигархии, а для Российской Федерации, для ее граждан. Мы же, если хотим действительно каких-то позитивных изменений в своей стороне, должны осуществить смену власти по закону, но только не шило на мыло, как это сделали на Украине, а заменить на недействующую олигархию, интернациональную, антинациональную, на национальное правительство. Для этого, конечно, нужны большие усилия многих граждан. Нас должно быть много, никакая олигархия не профинансирует ни русское национальное движение, ни русские новости, ни превращение России, Российской Федерации в Россию, в русское национальное государство. Поэтому нам вместе нужно предпринимать усилия, кто чем, кто свободным временем, кто своими сбережениями, кто предоставлением каких-то возможностей, которые он имеет, предоставление залов каких-то или имущества в пользование русским национальным организациям. Если этого мы делать не будем, то смена власти в Кремле произойдет за наш счет, конечно же, и не прибавит нам ровным счетом ничего, никаких перспектив. Надо думать, надо стремиться к тому, чтобы все-таки русское национальное государство было построено, и в Кремле бы сидели поистине русские патриоты, русские националисты. Конец науки, это, конечно, просматривалось уже довольно давно по статусу Российской Академии Наук, потом реформа Российской Академии Наук, которая фактически убила, отняв у ученых всю собственность, которую они использовали для научных исследований. Теперь какие-то жулики распоряжаются этой собственностью, ну и дальше тоже надо убивать науку. Владимир Путин заявил о продолжении реформы научных организаций и призвал ученых и инженеров помочь стороне стать лидером в области технологий будущего. Ну, это абсолютно невозможно в нынешних условиях, это понятно. Ни Путину, ни его группировке наука не нужна, потому что абсолютно непонятно. Они мыслят деньгами, а наука все-таки мыслит истинными. Путин выступил на заседании Совета по науке и образованию, который проходил в Санкт-Петербурге. Он высказался в пользу продления моратория на вывод научных учреждений из системы Федерального агентства научных организаций. Ну, это вот как раз та структура воровская, которая владеет теперь всем имуществом Российской Академии Наук. Президент заверил слушателей, что несмотря на экономические сложности, объемы финансирования наук сокращаться не будут. Ну, только это в рублях, в рублях, конечно. А поскольку у нас в основном научное оборудование производится за рубежом, то, соответственно, поставки этого оборудования в Россию будут свернуты и сокращены во много раз. Может быть, они вообще будут ликвидированы, потому что денег на это у научных учреждений точно не будет, и бюджет их выделять не станет. Путин заявил, что Кремль и правительство готовы к увеличению денежного вознаграждения для ученых. Ну, размеры этого вознаграждения и до сих пор были ничтожными, скорее всего, и останутся ничтожными. Это та же игра, что и с пенсионерами. Пенсии будут повышены. Да, они повышаются, но реальная покупательная способность у пенсионеров, конечно, продолжает снижаться, и у ученых будет происходить то же самое. Ну, пока ученые будут обслуживать интересы этого режима, конечно, им будут платить очень мало. Если же в России установится русская национальная власть, то наука будет финансироваться в приоритетном порядке, и действительно, Россия вернет себе позиции как лидера в науке, по крайней мере, во многих отраслях, в которых Россия лидировала прежде. Приоритеты могут быть возвращены. Ну, конечно, не с этим правительством, не с олигархическим режимом, не с Путиным, Медведевым и всякой олигархической сволочью. С ними ничего невозможно, никакая наука не получит не только денег, но даже уважение в Российской Федерации. Зато вместо научных достижений у нас будут публиковаться прожекты. Ну, например, не знаю, кто авторы, но это явные проходимцы. Объявлено, что первый пилотируемый полет, создаваемый в России перспективного транспортного комплекса нового поколения, запланирован на 2028 год. Есть некий проект долгосрочной программы освоения дальнего космоса, уже направленный на утверждение в правительство. И там говорится, что открытие месторождений полезных ископаемых на Луне позволит привлечь частный бизнес к освоению, естественно, спутника Земли. Конечно, ничего подобного не будет. Стоимость этих проектов запредельная, поэтому она достаточно редко объявляется. Это триллионы рублей. То есть это суммы, сопоставимые с бюджетом Российской Федерации. Частный бизнес в это вкладываться, конечно, не будет. Про полезные ископаемые на Луне это вообще сказки какие-то, их там не обнаружили. В общем, вот этими прожектами стараются отвлечь нас от катастрофического положения в российской науке, в российских технологиях, в российском космосе. Чем больше таких прожектов, тем меньше реальной работы. Собственно, это является целью нынешнего правительства. Меньше работы, больше болтовни. За концом российской науки наступает и конец российской культуры. Он, в общем-то, уже состоялся. Знаете ли вы хотя бы каких-то приличных писателей в России, музыкантов, художников? Ну, художники еще более-менее известны. Все-таки какие-то выставки проходят в центре Москвы, в регионах. А музыка у нас всюду и везде звучит иностранная или подражающая иностранной. Литературные произведения в основном известны каких-то похабников, которые вообще достойно разве что бросить в топку или в костер. Толстые журналы, которыми раньше славилась Россия, где публиковались и читались сотнями тысяч, по крайней мере сотнями тысяч подписчиков. Великолепные литературные произведения. Тоже приказали долго жить. Они на дотациях еще существуют. Но их тиражи ничтожны. И никто их практически не читает. Почему? Потому что все смотрят в компьютер. Там достаточно прочесть несколько абзацев. И литература, как таковая, тоже в России умирает. Но она и не спонсируется государственной властью, которой все это совершенно не нужно. Ну, а кто правит? Вот мы как раз имеем такой образец. Ответ руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова с некоего урбан-форума. Что за форум, в общем, не очень понятно. Но главное, как ответил вот этот деятель культуры, руководитель культуры столицы на вопрос, планируется ли увеличение городских активностей, связанных с едой. Вопрос, конечно, идиотский. Что такое городские активности? Что такое вообще проекты или что-то? Что такое активности, связанные с едой? Ну, так интуитивно можно понять, о чем идет речь, но не на русском языке задан вопрос. Ну, и не на русском языке звучит ответ. Вот что сказал господин Капков, Сергей Капков, руководитель департамента культуры Москвы. Нет, потому что это не город. Мы не в коммунизме живем. Хочет человек сделать вкусную сосиску или кофе, пусть сделает. Хочет человек с ребенком в парке погулять, пусть одевает ритузы теплые и тоже с ним идет. Город это не собес. Говорят, а вот что бы еще придумать? А давайте еще 8 пешеходных зон зафигачим и все будет хорошо. Это не собес, честное слово. Еще бы кинотеатров нам бесплатных для людей. Почему бесплатных? Поднимай, извините, жопу и иди работай, зарабатывай деньги. Прошу цитату эту не вырезать. Прошу цитату эту не вырезать. Зарабатывай деньги, бери билет и иди покупай что-то. Делай хороший продукт и у тебя покупают. Никто айфон не датирует. Делайте хорошую газету, будут покупать, будут много платить. Хватит денег и на каток, и на все хорошее. Вообще нет ничего бесплатного. Все за деньги уже это другой капитализм. Вы же еще люди молодые. Вы чего себя путаете-то? Когда придете в январе из отпуска, доллар будет стоить 100 рублей. Уже я даже не знаю, что мы будем обсуждать. Как кошку замариновать или собаку. Или самсу из чего лучше делать. Все, спасибо, коллеги. Понятно, что риторика этого человека это риторика подворотни. Видимо, там воспитываются у нас руководители культурного направления. Ну и, соответственно, они понимают культуру. Каков их язык, такова их культура. Поднимай жопу, зафигачим. И так далее, и так далее. Весь этот безграмотный треп человека, который абсолютно безответственен. Который мог бы на глупый вопрос дать от нас ложный ответ или отшутиться. Видимо, на это не способен. Конечно, он не способен руководить культурными мероприятиями в Москве. Это такой же дикий человек, как и другие руководители. Это же фиктивный менеджер. Они могут заправлять всем, чем угодно. Могут культурой, могут гастарбайтерами, которые канаву копают. Какая им разница. Лучше, конечно, чтобы они сами копали эти канавы. Гастарбайтеров можно будет отправить к ним домой. А вот таких деятелей культуры, конечно, надо к лопате. Привязать к лопате. И чтобы они этой лопатой работали. Вот там они могут высказываться примерно в том духе, который сейчас был представлен этой цитатой. Год близится к завершению. 2014 год приходит к концу. И к концу приходит правление олигархической группировки. Может быть, к большому несчастью для нас, потому что хоть как-то мы связывали концы с концами, хоть как-то государственность существовала. Каким-то образом мы все-таки каждый день кушали, каждый день просыпались и каждый день засыпали. Многие, правда, за это время поумирали, преждевременной смертью, потому что разрушено медицинское обслуживание в стране. Многие за эти годы стали значительно глупее, потому что глупость сейчас проповедуется всеми средствами массовой информации, дезинформации. Дезинформация вливается в голову, где разрушаются естественные связи, которые могли бы поддерживаться образовательным фоном, информационным фоном, который существует в нашей жизни. Все разрушается, все разрушается, и, наверное, 15-й год станет переломным для страны. Либо она окончательно пойдет ко дну, и уже больше ничем ее будет не спасти. Либо все-таки найдутся силы, которые, может быть, даже вопреки общественному мнению, развернут страну к тому будущему, которого она достойна. Давайте пожелаем себе в новом году стремительных стратегических изменений в нашей жизни в направлении русской национальной традиции, в направлении восстановления нашей страны и избавления ее от всех признаков олигархии, ее бесстыдства, ее безграмотности, ее глупости, ее подлости. Давайте передадим власть честным, надежным людям, патриотам своей страны, настоящим русским людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова